В 12 городах присутствие атомной отрасли, в том числе и в Сарове, в 2020 году началась реализация проекта «Право на здоровье». Программа направлена на повышение уровня правовых знаний пациентов в городах присутствия госкорпорации «Росатом», знания медицинских работников, правовых и психологических аспектов взаимодействия с больными. Также на развитие системы общественного контроля в сфере здравоохранения в атомных городах. Проект разработали эксперты комиссии по здравоохранению общественного совета госкорпорации «Росатом». Руководителем данного проекта является Власов Ян Владимирович, он же является достаточно известным в российских кругах здравоохранения и некоммерческих организациях, руководителем, сопредседателем Всероссийского союза пациентов. Кроме того, он является еще председателем комиссии по здравоохранению при госкорпорации «Росатом». Это очень мощная, уважаемая структура, которую «Росатом» создал и, соответственно, уделяет большое внимание для помощи, в том числе и финансовой, и организационной, по обеспечению деятельности данного общественного совета. Незнание прав пациентов приводит к тому, что многие граждане не получают бесплатную медицинскую помощь в заявленных государствах объемах. Кроме этого, пациенты и врачи не всегда верно ориентируются в том, какие услуги существуют и как они должны быть предоставлены. В Сарове в прошлом году сформировали рабочую группу по реализации этого проекта. В нее вошли член рабочей группы Комитета по здравоохранению Елена Сверидова и председатель городского общества инвалидов Валерий Семиков. Возглавляет рабочую группу Людмила Колотухина. Есть в проекте руководители, исполнители на местах и благополучатели. А благополучателями у проектов, связанных с здравоохранением, могут быть все пациенты, никакого ограничения по статусу. Там инвалид, не инвалид, сотрудник в НИЭФ, не сотрудник в НИЭФ, ветеран или работающий гражданин. Никакого разграничения по статусу в данном случае нет и быть не может. Программу реализует Всероссийский союз пациентов на средства фонда президентских грантов. Создавали проект «Право на здоровье» в 2019 году. И, естественно, проведение всех мероприятий планировали в очном формате. Но пандемия внесла свои правки, и все семинары, консультации, встречи проходили дистанционно. В ходе проекта также создали горячую телефонную линию для пациентов и медицинских работников атомных городов. Так называемая горячая линия – навигатор пациента, по которому каждый гражданин может бесплатно позвонить. И с 8 до 17 часов он получит на свой вопрос профессиональный ответ. Но данные вопросы, конечно, касаются не о том, как записаться к терапевту, а уже более глубинные вопросы, связанные с взаимодействием с медицинской организацией. На начальном этапе реализации проекта провели социологическое исследование, чтобы выявить основные проблемы представителей медицинского сообщества и пациентов. Анкетирование проходило в октябре-ноябре 2020 года. Всего в нем приняло участие 3555 человек. Причем из города Сарова более, вернее, или около 700 человек. Из них 19 врачей и 680, допустим, пациентов. Мы заняли первое место по числу опрошенных. О результатах данного исследования было доложено на общественном совете, председателем которого является Лихачев. И я думаю, что в итоге этого исследования озабоченность, которая была проявлена социологами, будут обязательно приняты в работу и сделаны соответствующие выводы. В анкете были вопросы для медработников и для обычных жителей. Первый блок вопросов был направлен на изучение психологического климата внутри медицинского сообщества и социального обеспечения сотрудников клиник и больниц. Второй блок вопросов составители посвятили пациентам. И здесь исследователи отметили, что по сравнению с 2018 годом у населения выросла неудовлетворенность доступностью и качеством оказания медпомощи. Но объяснение этому совершенно очевидное – пандемия. Также эксперты опробировали технологии общественного контроля. Были применены впервые и опробованы на 12 городах новые системы контроля за оказанием медицинских услуг. То есть руководители в Москве разработали большие чек-листы. Это вопросы и формализованные ответы. И представители 12 городов, отвечая на эти вопросы самостоятельно, затем переходили в режим контроля, и мы менялись местами. Вот нашим городом, партнером был Сосновый Бор. Мы посмотрели о режиме доступности информации на медицинских сайтах. Были четко сформулированы вопросы, где мы, на них отвечая, делали свои выводы и предложения, а затем смотрели сайт уже Соснового Бора. После этого руководство этого проекта сводило данные, полученные со всех городов, и в результате Саров из всех оценочных показателей получил 68 баллов. Это максимальное количество баллов по анализу системы доступности сайта КП-50 по отношению к сайтам других городов. В декабре прошлого года проводили мониторинг доступности первичной медико-социальной помощи, то есть звонили в регистратуру поликлиник и просили записать на прием к терапевту, к узкому специалисту пригласить врача на дом или вызвать скорую помощь. Но, как отметила Людмила Иргалиевна, как раз в декабре нагрузка на медиков была максимальной, поэтому на обычный телефон не всегда удавалось дозвониться. На многоканальном номере ждать ответа оператора иногда приходилось более 20 минут. Аналогичная ситуация была и в других городах, участниках проекта. Поэтому эксперимент решили провести еще раз с летом. Также в рамках проекта «Право на здоровье» кураторы организовали в своих городах школы правовой грамотности. Которая будет выстраиваться от знаний о том, как работает бесплатная система здравоохранения в Российской Федерации. Потом перейти к основным правам гражданина, пациента, которые закреплены в основах законодательства об охране здоровья граждан. Рассказать об этих правах, сформировать некое умение пользования данными правами. И перейти к системе выработки навыка использования данных прав конкретным человекам. В офлайн формате занятия в школах правовой грамотности будут проходить с соблюдением санитарных норм. Но приглашать будут лишь по 10-15 человек. Мы постараемся начать через общество инвалидов городское, через городское общество ветеранов и общественное движение ветеранов НИЭВ. Конкретно формировать списки и приглашать их на этот цикл занятий. Как минимум от 3 до 5 лекций. После окончания этих занятий каждый из наших слушателей, студентов получит сертификат. Чтобы как можно больше саровчан узнали о проекте, Людмила Колотухина будет рассказывать о правах пациентов в рамках передачи «Имею право». В следующих выпусках вы узнаете о том, кто имеет право на бесплатную медицинскую помощь, как выбрать врача, медицинскую организацию, о том, кто может быть представителем пациентов в медицинской организации, как правильно оформить доверенность и многом другом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова